Представьте полный зал фокусников профессиональных. В жюри мировые звезды. И тут выхожу я. В своей полосатой шляпе. На чемпионате России по фокусам Наталью помнят. В 2013 году в дуэте с мужем Дмитрием Первым она уже брала гран-при. Поэтому еще до начала ее номера по залу пошел шепот. Сейчас будет здорово. Если обычный зритель часто у меня аплодирует, я знаю, что вот сейчас появится платье, захлопают люди. А здесь они аплодируют в таких неожиданных моментах, когда им нравится, что ты что-то новое придумал, какой-то новый трючок. За использование чужих идей могут и дисквалифицировать. Артистам приходится буквально изобретать. Наталья одни только костюмы придумывала несколько месяцев. Потом были долгие репетиции. Сложность и новизна ее номера в том, что фокусница мгновенно меняет образы без помощи ассистента. Здесь моя сложность заключалась в том, что три месяца мы изобретали эти платья, потому что мне нужно было одной рукой держать вот эту ширму. И одной рукой только я могла изменить это платье. Технически сложный номер исполнен на одном дыхании. Победу Натальи присудили практически безоговорочно. Вот что пишет в своем блоге о выступлении пермячки один из участников конгресса иллюзионистов. Ее выступление было грандиозным. На сцену игриво вышла девушка на стиле. Красивая, модная, стройная. Мгновенная трансформация и совершенно другой образ. Ведь важна не только скорость и не только размер, а образы, соединенные одной общей идеей, органичность переходов, эстетика, чувство прекрасного. Эх, сразу первое место без раздумий, споров и пояснений. Теперь после грациозного выступления грандиозные планы, которые Наталья пока не раскрывает. Нераскрытым остался и секрет удивительной трансформации. А секреты фокусники не раскрывают. Это профессионально. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.